Всем привет, дорогие друзья! Я сегодня снова в Заре. Ах, какая красота! Вся в пайетках. Помните, в прошлый раз я пришла, это был другой магазин, и там было всё такое мрачное, такое тёмное. Мне кажется, здесь тоже на первый взгляд. Но вот попадаются вот такие вот, ничего себе, за 220 долларов, 219. Вот такие вот симпатичные. А девушки, ну это, конечно, не любители, но я любитель. Но, конечно, дороговато. Такой, знаете, бомер-пиджачок. Смотрите, красивое пальто молочного цвета, вязаное, трикотажное. Вот оно криво висит, сейчас я его поправлю. Наверное, оно с капюшоном. 149 оно стоит. Судя по всему, да, это капюшон. И вот такое вот, вязаное косами. Вязаное косами вот такое вот пальто, длинное, с карманами. Очень ничего, очень симпатичное. Вот это пальто тоже неплохое. За 270 долларов. Судя по всему, quality. Сделана в Италии ткань высокого качества. Судя по всему, в ней много шерсти. Смотрите, какое оно без подкладки. Подкладка только сверху. И вот такое вот, такой плащ-пальто. Можно сказать, почти что летнее. Вот такой интересный плащик за 169. За 169. Такой, можно сказать, плащ-палатка. Плащово-коричневого цвета с таким рукавом, очень большим рукавом реглан. Здесь такая застежка на шее, горловина на горле. И вот такой вот он. Еще. Вот такой вот он. Я такие вежливо уступила, тетеньки. Она так на меня посмотрела. Как будто я извиняюсь. Женщина с двумя головами. Женщина о двух головах. Так. Пойдемте дальше. У нас тут что-то пушистенькое. Светорок за 65. Недорогой. Но очень приятное качество и приятного цвета. Слушайте, я взяла свою куртку. У меня джинсовая куртка, она мне так мешает. Она у меня на плечах висит. Мне надо ее все время поправлять. Сейчас я переодену, наверное. Вот такой вот свитер. Тоже широко пройма. Какой-то размер. Медиум. Он очень объемный, очень большой. Конечно, симпатический, но неплохой. Красивый цвет. Такой персиковый. Персиковый обежевый. Светорок за 65. Из кос. Связанный косами, но очень коротенький. Совсем ничего интересного. И вот еще одну пальто. А, это такой кейп-накидка за 220. Вернее, это такая куртка широкая. Оно не кейп, потому что оно с рукавами. Но, судя по всему, тоже в нем какая-то шерсть замешана. Давайте посмотрим. Да, 50% шерсти. Очень приятного качества. Красивое такое, знаете. Коротенькая курточка. Это не пальто, а вот такая вот короткая куртка с рукавом. И здесь же. Вы видите цвета? Вы обращайте внимание, что все цвета. Такие бежево-коричневые. Вот такое длинное пальто за 100 баксов. Интересные вязки. Все в таком дырочках. Вот такое вот длинное. Я удивилась в прошлый раз расцветка в Заре. И в этот раз, так сказать, все то же самое. Я вижу, что все такое мрачненькое, черненькое. Вон там какое-то платье более поярче. Тихая роскошь. Они, по-моему, тоже решили, что, знаете, old money, тихая роскошь. Все цвета вот такие вот бежево-серые. 79. Ну, это летнее такое платье. Вот такая же штука, похожая на то пальто. Но не то пальто. Вот воротник другой в нем. Куртка тоже такая вот короткая. Не пальто. И посмотрите, тоже очень приятная ткань. Я тоже думаю, что это полушерсть. Сейчас мы посмотрим цену. Да, 229. Может быть, даже в нем больше шерсти. Очень хорошо сшито. Очень приятного качества. Я бы не отказалась от такого. Но вы видите, фасон и цвет, и все. Это прямо такой old money, old money стиль. Или еще я вот сегодня слышала, что... Как это называется? Офис. Что-то такое. Офисный стиль какой-то. Типа офисного стиля тоже что-то. Тренд какой-то. Я забыла, как он называется. В общем, какой-то такой свитер с завязками. Ой, очень трудно разобраться. Но по цветам, видите, все такое мрачное. О, посмотрите. Все такое мрачное. Все такое... Не узнаю Зару. Джинсовый сарафан. Ну да, сейчас такие... Это или осень, или сейчас такие тренды. Вот, все-таки нас догнало. И в Заре нас догнало. Это самое... Это самая тихая... Тихая русскошь. Наверное, уже нам всем она надоела. Смотрите, какое красивое пальто. 250 долларов. Черные. И они есть в синем цвете. На таком... Кожаном ремешке. Тоже, наверное, много в нем шерсти. С карманами. Как будто бы пальто-халат. Но это, знаете, это не вязка, а именно вот эта ткань. Это ткань. И вот она есть синяя, такое же. Может быть, на нем... О, нет, синяя другое. Сейчас вам покажу синяя. Значит, это черное. Вот такое пальто-монаха. А синяя вот такое. Очень красивое пальто. За 220. Вот, я не пойму. Это вроде бы и не трикотаж. Или трикотажное оно. Смотрите, как интересно оно сделано. У него такой интересный здесь воротник. Видите? Один воротник длиннее, другой короче. Одна сторона. Как это... Его как-то можно замотать. Я даже не знаю, если честно. Очень прикольно. Так, зимние куртки за 170 из кожзама. С мехом. Ну, они очень много лет их делают. Одни и те же фасоны. Такая куртка-авиатор. И вот такой же жилет. Светарок в полоску. Которые тоже выпускают каждый год. Все, все, все магазины. Слушайте, я, наверное, сегодня... Ничего. Ну, вон, я вижу, там что-то красное висит. Все такое вот. Я не знаю, что-то найду попримерять. Но посмотрим. Я, конечно, захотела посмотреть на красное. Но мне оно не понравилось совсем. Это платье. Ужасная такая синтетика галимая с этим вот на животе сборками. Причем они как-то не очень хорошо сделаны. Ну, в общем, нет. Мы это примерять не будем. Кроме того, что оно красное. Ничего в нем нет интересного. Ну, и цена 65 долларов. Вы знаете, у них все сразу можно сказать о вещи по цене. Как бы я уже знаю примерно их цены. И я знаю, что стоит 65 долларов. Это, конечно, полиэстер. Так, все еще не уходят от нас вот эти вот носоножки бесконечные. С разными пряжками. Смотрите, есть вот такой прозрачный. Прозрачный пластик, а есть такой немножко матовый. И здесь квадратная такая пряжка украшения. А здесь кругленькая. Ну, красивый чем? Ну, это как бы такой нарядный историк. Еще красный жакет. Вы знаете. Да, все, в общем, короче. Я даже не знаю, что мне взять мерить. Потому что я... Ну, я, в принципе, тоже такие вещи тоже ношу. 79. Вполне могу. Ой, оно с какими-то вырезами на боках, по-моему. Вот платье Бензды из сериала «Семейка Адамс». Или как он назывался? По-моему, он так и назывался в Бензды сериал. Но 65, все. Платье за 65 долларов у них обычно очень некачественные. Плохого качества. Вот такие банты наблюдаются. Сумочка такая подмеховая. За 80. Значит, не кожаная. Так, коротенькая платьица. Но мы даже смотреть на него не будем. Даже украшений никаких новых нет. Вот сумочка симпатичная. Знаете, под... Что она сделала у нас? Под Диор, по-моему, да? Такой ремень из ткани. Вот такая вот сумочка. Или Сибирь. Что у нас? Кто у нас делает такие сумки? За 60. Тоже не кожаная. Но они есть еще, видите, в черном цвете. А есть вот такие коричневые. Честно сказать, я в некотором раздумье. Мне ничего не нравится. Я не знаю, что мне вообще мерить. Что-нибудь я, конечно, найду, наверное, но... Вот еще такая сумка под барашка. У них много сейчас таких. 50 долларов она стоит тоже из искусственного. Из искусственного барашка. Вот такие вот, знаете... Вот сейчас буду ругать Зару. Вот эти пиджачки. За 60 они хотят. Вот это под замшу такая, знаете, искусственная замша такая. Они их делали. Давно делали и продолжают делать. Если честно, я у себя нашла один такой жакет. И подумала, что надо мне его отнести в этот самый... Ну, сдать в армию спасения. Потому что я уже такой не ношу. А они вот все продолжают их выпускать. Представляете? Наверное, кому-то это нравится. И кто-то, наверное, это носит. Я люблю. Купила... Я его купила, может быть, лет 10 назад, наверное. Короче, много черного. У нас сегодня, наверное, будет черный... Черный аутфит из Зары. Какие пуговицы красивые. Что это такое? Это такой длинный жакет. Короче, девочки, я иду в примерочную. Что-нибудь я себе... Что-нибудь я себе найду. Опять вот прозрачные туфля с... С таким цветком. Босоножка. Скажите, они вернулись в моду или они не выходили? Или что-то... Или что-то я не поняла. Вот еще какие-то банты, банты. Ну, в общем, короче, сапог почти что нету. Вещей таких зимних, особенно, пока что тоже нету свитеров. Я должна сказать, что... Вот правда, что вот этот вот офисный стиль, знаете, рулит прямо. Вот как будто, видите, такая блуза с таким вот воротником вниз под жакетом таким черным офисным деловым. Я только сегодня услышала про то, что у нас, оказывается, еще к тихой роскоши из олдмани прибавился какой-то стиль. Типа офис, офис, офис что-то такое. Ну, в общем, сейчас, короче, модно носить одежду. Такую как будто строгую, такую офисную одежду. Ну вот, и рубашка такая тоже в тему. Короче, девочки, я иду в примерочной, сейчас что-нибудь найду себе и буду вам покаживать. Ну что ж, друзья мои, мы в примерочной Зары. И вот из такого цветного яркого я взяла вот этот вот жакет-бомбер, я бы сказала. Хотя это, в принципе, жакет. Сейчас я вам подробно покажу. И вот такая вот у меня розовенький такой свитер-жилет. А так-то на самом деле все такое синее. Джинсовое платье, сумасшедшие такие джинсы я принесла. Вот. И будем сегодня примерку делать. Опять же, я не знаю, я уже не буду называть «Тихая роскошь» в Заре это видео, потому что это уже просто смешно. Ну и сколько можно хайпиться на этой теме. Но я вам хочу сказать, что на самом деле действительно очень странный выбор одежды. Вот, как я вам сказала, офисный, деловой, такой прэпи, в общем, все что угодно. Но Зара меня удивила. Возможно, что это такое, вот, знаете, веяние какой-то межсезонье. И все вернется на круге своя. Вот. А на мне сегодня я как раз очень яркая сегодня. Вот в таком платье этнического стиля. Пасоножки у меня джинсовые на танкетке. Бусы из коралловой тоже под это платье. И жакетик джинсовый. Потому что у нас прохладненько. Вот. Так что я сегодня как раз, видите, такая яркая одежка на мне сегодня будет примеряться. Вот такая вот мраченькая синенькая, но хорошего качества. Вот это пальто чисто шерстяное. Вот это тоже в нем много шерсти в этом пиджаке, жакете. Полупальто такое, я бы сказала. Так что мы сегодня, наверное, назовем видео не тихая роскошь в Заре, а шерсть и натуральные ткани. Ну, я уже сочиняю. Все, давайте примерять. Ну что, мы начнем опять с джинсового платья, которое я, наверное, примеряю практически в каждой своей примерке в Заре. Ну, так получается, что очень много джинсы и очень вообще мало чего мне нравится. Поэтому я вот хожу по джинсе. Значит, это платье классическое, абсолютно идеальное джинсовое платье, как подходит к моим босоножкам. Просто прекрасно. Это размер ларч. Наверное, можно было бы у меня взять и экстра ларч. Я не могу сказать, что оно у меня здесь мало в попе, но так, знаете, плотненько сидит. И вот мне вот эти вот, знаете, места для пояса, шлевки, мне бы надо было бы его повыше поднять. Хочется как-то мне повыше. Мне кажется, низковатые они для меня. Но оно здесь приколото, эта штука, и поэтому я не могу. Карманов, к сожалению, в нем нет. Совершенно такое классическое джинсовое платье с карманчиками. Вот такой вот воротничок. Кстати, платье-халат. И его можно использовать как верхний плащ. Кстати, эту идею мне тоже подала моя подписчица, зрительница. Когда я в прошлом моем видео из Zara примеряла платье тоже на пуговицах джинсовое, которое было очень длинное до пола, вот это как раз-таки нет. Одна сказала, что в принципе это платье можно расстегнуть, чтобы носить как верхнюю одежду. Это правда. Вот то же самое можно сделать с этим платьем. У меня сейчас джинсы и свитер. Я попробую, вернее, жилет такой вязанный, трикотажный. Я сейчас попробую надеть его, это платье, расстегнуть все пуговицы, и надеть его как верхнюю одежду. Сейчас я вам сделаю такой вот кадр, чтобы вы поняли, какой оно длины, что оно в принципе довольно короткое, ну нормальной длины, потому что в предыдущий раз я примеряла джинсовое платье, оно было такое длинное. А это вот в самый раз такой ниже колено, мидии, такой, знаете, 70-е, 80-е. Я помню вот такие платья. Я помню, я носила такое. Так, такой комплект. Очень интересные джинсы, они мне прям реально нравятся. Такие, знаете, вот я люблю всякие вот такие вот с большими карманами, длинные, широченные. Вы знаете, в жизни они лучше, чем на камере. У них довольно высокая посадка. Сейчас я уберу вот эту этикетку. На камере они как-то выглядят как будто, знаете, какие-то такие просто грязные старые джинсы. Чем, собственно, они и пытаются казаться, но на самом деле они очень прикольные. Они вот, вот у них такие вот в боках сшитые карманы, длинные клеша. И вот здесь они интересно сделаны. Вот это, в принципе, у них очень интересный дизайн. У них, видите, боковой шов идет вот так вот. И вот здесь вставлен карман, в который можно положить все, что угодно. Сумку не надо, такой он огромный. Можно положить телефон и ключи, и все-все-все. И сзади у них вот таких вот, ой, вот таких два кармана. Сейчас попробую сюда снять. Вот, смотри. Ай, руку скрутил. Ой, как девочки себя снимают сзади. Я не могу, мне не получается. У меня теперь руки, руки не гнущиеся. Ну, в общем, вот так и вот карманы сзади. Ой, смотрите. Я реально не гимнастка. Такая негибкость, что я не могу себя снять сзади. И вот такой вот жилет. Ну, вещь спорная. В принципе, под него надо что-то, наверное, надевать. Какую-то блузу или рубашку или что-то еще. Я его принесла, потому что я хочу примерять вот верхнюю одежду. И мне удобно примерять на жилет, на что-то, что не имеет рукава. Ну, у него красивый цвет. Очень такой симпатичный. И с этими джинсами, мне кажется, выглядит прикольно. Я вот сейчас его так подзаправлю, чтобы он вот такой вот был. Смотрите, как классно. Как мне нравятся эти джинсы. Прямо очень. Ну, скажите же. Смотрите, я попробовала надеть это платье с этими джинсами и с этим свитером. Но не очень хорошо получилось. Понимаете, это все-таки платье, если да, носить как верхнюю одежду, но носить с чем-то другим, мне кажется. Как-то это не очень с этими джинсами. Потому что джинсы такие, знаете, огромные, широкие, такие трешовые. А платьица такая аккуратненькая, хорошенькая, такая, знаете, узенькая. Во-первых, нужно размер побольше его. А во-вторых, это должно быть вот лучше платье из моей предыдущей времени. Такое длинное, широкое, большое платье. Потому что вот с такими джинсами, вот такое вот коротенькое платьице не очень. Но, в принципе, как идея, я думаю, что это, может быть, неплохо. Оказалось, там по-русски говорит кто-то. В общем, сейчас я вам покажу платье это и будем дальше. Смотрите, платье стоит 80 долларов. В предыдущих моих примерках были платья джинсовые по сотне. То есть это немножко подешевле. Почему-то оно называется Sunday dress, то есть воскресное платье. Я не знаю, почему они так назвали. Размер large, вот его номера, картикли. И сделано оно из хлопка, но это джинса, поэтому 100% хлопок. Плотная такая джинса, без стреча, без ничего. Видимо, нет никакого ластана, ничего. И, в общем, вот такое вот чисто джинсовое, очень такое, знаете, классическое базовое джинсовое платье с красивым воротником. Я люблю такие воротники больше, чем вот рубашечные такие вот воротники под горло. Мне не идет, а вот этот мне больше идет. Вот. И вот такое вот оно сшито из таких клиньев. И размер large мне был тютелька в тютельку. То есть оно такое чуть-чуть маломерка. Но нормально, в принципе. Так, смотрим. Такой вот симпатичный жакет. Полупальто, короткое пальто. Очень классического фасона, абсолютно строгое. Строгий цвет, строгий фасон. Очень хорошая ткань. Я сейчас посмотрю, но мне кажется, это похоже на шерсть. Возможно, не полностью шерсть, но точно много шерсти в нем есть. Прекрасное качество ткани. Такой, знаете, подкладки нету. Он такой тоненький. Скорее даже жакет, чем полупальто. Потому что, вот, видите, подкладки нет. И он довольно тонкий. Особенно симпатично. Мне кажется, это выглядит с такими вот джинсами. По той причине, что, опять же, жакет такой абсолютно из серии old money. А джинсы no money. Вот так скажем. Старые деньги встретились без денег. С кем-то, у кого денег нет. И вот получился вот такой вот комплект. Мне, в принципе, нравится. Вот мне вообще нравится идея вот этого вот там old money или, наоборот, какой-то вот такой трэшовый немножко стиль. Как он называется? Выйти он у меня из головы. Гранж. Вот. Сочетать вместе. Вот как вы думаете? Будет ли это хорошо? Потому что вот эти вот строгие old money с таким вот гранжом, вот с такими джинсами, мне кажется, это интересно. Вот чисто одеться в old money, это как-то скучно. Или чисто в гранж. А вот так вот вместе посочетать, это, по-моему, может быть прикольно. Очень даже прикольно. Так, значит, пальто в 58% шерсти. То есть все остальное там синтетика какая-то. Но почти 60% шерсти мне так и показалось. Значит, видите, размер у него medium large. То есть они были extra small small и medium large. Я, конечно, решила взять medium large. Стоит оно 230 долларов. Вот его коды. Но оно практически шерстяное. Вот я уже от своего жилета нацепляла на него. Ну, не практически шерстяное, а 60%. Очень приятная ткань. Вот такая вот, знаете, здесь такой свет плохой, что это непонятно. Но вот, чтобы вы поняли, она немножко такая с ворсинкой. Видите, вот ворсинка. Ворсинка коротенькая, очень мягкая, такая шелковистая. Очень классическая, очень строгого фасона пальто. В нем абсолютно никаких нет излишек. Я бы даже сказала, где-то оно напоминает мужское. Ну и стиль, вы сами понимаете, какой. Я уж не буду 10000 первый раз повторять это название. Но вот такое вот пальтошко. Красивое, чисто шерстяное пальто. Тоже легкое, тоже без подкладки. Немножко мне маловато оно, хотя это размер ларш. Мне, наверное, надо было бы экстра ларш. Видите, я пуговицу-то застегнула. Мне надо пуговицу, но дальше оно прям так расходится. Может быть, так и должно быть, но все-таки лучше я бы взяла размерчик побольше. Вот я не очень поняла вот эту вот идею, что делать с этим вот воротником. Видите, я показывала в зале его. Вот здесь оно короткое, а вот здесь воротник длинный. Может быть, его надо как-то вот так что-то с ним такое делать. Ну, можно, знаете, такую брошь тут заколоть, какой-нибудь брошью. Будет очень прикольно. Или так оставить, или вот как-то вот так вот поднять. Правда, не знаю, в чем идея. Но с ним можно поиграться и сделать интересный дизайн. Вот, значит, в нем одна пуговица. И карман здесь в боках. Красивый такой синий. Вот видите, этот такой темно-темно синий, практически черный. А этот более синий цвет. Вот такой длины оно. Хороший. Не очень длинное, не очень короткое. Прям идеальная длина для пальто. С платьем, с джинсами, с брюками, с чем угодно его можно носить. И оно мне очень нравится. Оно не дешевое. И, в общем-то, оно на осень, на весну. Это не теплое пальто на зиму, потому что оно имеет подкладки, хотя оно и шерстяное. И у нас, например, это не очень... Можно их как бы использовать, такие вещи, потому что у нас очень короткая осень и очень короткая весна. А длинная зима. А зимой, конечно, в нем будет прохладненько. Так, смотрите. 100% шерсть написана на нем. Стоит оно 219 долларов. Вот его номера, коды. Что интересно, что оно стоит дешевле, чем вот это пальто, которое стоит 229. При этом оно короткое, и в нем 68% шерсти. А это 100% шерсть. Видите, размер large. И extra large нету. Видите, максимум размер large. И, честно сказать, мне кажется, что оно мне чуть-чуть маловато. Я бы, наверное, собрала себе. Мне бы надо было extra large, но его нету вообще в этой линейке, в размерной. Очень интересная ткань. Вот здесь, видите, прямо вот ткань. Тканая. А здесь такое впечатление, что это какой-то вот вязанный трикотаж тканый. Вот здесь, видите, карманы сделаны такой резиночкой. Как будто это вязаное пальто. Но оно не производит впечатление вязаного. Или какой-то очень толстой вязки. Очень интересная, очень интересная вещь. Чистая шерсть, но у меня впечатление, что оно будет скатываться. Что, кстати, плохо. Я бы должна сказать, что 100% шерсть вот как раз скатывается быстрее, чем если бы в нем было хотя бы там 5-10% какого-то полиэстера. Оно бы, может быть, не так сильно скатывалось. А вот это вот, у меня такое впечатление, что оно уже немножко подкаталось, даже вися в магазине здесь недолго. Так что, спорная штучка. Для чистой шерсти это не очень дорого. Но, опять же, повторюсь, ну как недорого? Дорого, но недорого. По сравнению вот с этим, который дороже, но оно короткое. Но, видимо, у него и качество шерсти тоже получше. Потому что это такое, ну, не знаю. Нет, оно мне понравилось. Но на селе, может быть, я бы его купила. А за полную цену, за 220, мне кажется, оно недолговечное. Ну и, тадам, вишенка на торте. От тихой роскоши мы перешли к громкому, громкому такому, я даже не знаю, роскоши. Громкому блеску. Прикольный, прикольный жакет. Мне он очень нравится. Значит, он сделан вот так вот внизу у него резинка. Он сделан на кнопках. Где кнопки? Вот, видите, вот еще кнопки. А здесь кнопки. Где кнопки? Как он застегивается? А, вот, еще слепая такая. Вот кнопочки, видите? Он, конечно, мне... Ну да, на этот жилет такой большой, широкий. В принципе, он сходится на мне. По-моему, это large размер. Ну, прикольный, очень прикольный. Особенно это прикольно с такими вот джинсами трэшевыми и трэшовыми. И вот такая вот блестящая. Тем более, что у него фасон спортивный, понимаете? Он такой, как бомбер спортивный, в общем-то. Но здесь такой с пайетками и с люрексом. Очень интересная вещь. Не дешевый. Он довольно дорогой. Я бы себе такой купила. Мне нравятся такие вещи. Я бы хотела иметь его в своем шкафу. Не знаю, как часто я бы его надевала. Но без сомнения, конечно, мне он очень нравится. Потому что, видите, надевший его с такими джинсами... Сейчас я вам покажу в полной рост, чтобы вы поняли. С такими джинсами он как бы теряет свою вот эту вот жуткую нарядность. И выглядит просто как такая веселенькая, жиренькая вещица. И опять же, вот это сочетание гламур и гранж, мне кажется, тоже очень интересно. Просто супер. Вот такие вот мешать несмешуемые. Смешаемые. И впихивать невпихуемые. И смешать несмешаемые. Несмешуемые. Вот. Мне как бы кажется, что это очень классно. Это, по-моему, называется Contemporary Стиль. Такой Contemporary. Это когда смешиваются совершенно несочетаемые друг с другом вещи. Ой, прям мне нравится он. Прям очень нравится. Чтобы вы не подумали, он сделан... Знаете, я не поняла. Это вискоза. Вискоза, наверное, подкладка. Ну, не может быть, это вискоза, да, стопроцентная. Конечно, полиэстер. Хотя, если вот убрать вот эти вот пайетки, то может быть... Ну, здесь только люрексы. Это не может быть вискоза. Сейчас посмотри еще. Да, вискоза подкладка. Подкладка из вискоза, а это из полиэстера. Ну, и он, конечно, шикарный. Посмотрите, сколько здесь всего наворочено. Вот такие вот кнопочки здесь. Вот такие вот кнопочки. Он на кнопочках. Воротничок такой стойкий. Здесь карманы. И внизу он весь такой на такой легонькой резиночке. Просто вот вниз сделан стянутая резинка. И стоит он тоже 220 долларов. У нас прям так, да? О, это размер medium даже. В принципе, мне можно было даже и large было бы лучше. В общем, вот его номера опять же. Записывайте, делайте скриншот. И вот все у нас так. 220, 220 шерсть. И вот это 229. Вот такие у нас шесть цены. Да, все 200, 100, 200. В общем, вот платье 79. Я вам хочу сказать, кстати, что вот платья у них не подорожали. Потому что вот 80 долларов за платье. Такое хорошее такое платье. В принципе, так до распродажи у них такие обычно и были цены. Вот. Но жакетик, конечно, очень прикольный. И опять же, повторюсь, платить за него 200 баксов, при том, что он будет, скорее всего, все время в основном висеть в шкафу, это нет. А вот на распродаже за долларов 50 я бы его взяла. А вот больше как бы нет. Потому что эта вещь очень такая, ну, в моем лайфстайл, понимаете? Есть люди, которые могут каждый день в таком ходить. Но в моем том лайфстайле, который я веду, то есть два раза в неделю я хожу на работу в офис, который я тоже не могу вот его надеть. А куда-то выйти, а вот в свет, я, да, могу его надеть, но это случается очень редко. Ну, это же очень редко. Очень редко я выхожу в такие места, где можно надеть вот такую вот вещь. Ну, вот у нас в Канаде, знаете, если я просто в какой-то бар приду, пар, пятницу вечером в таком этом самом, даже с джинсами, даже с какой-то футболкой вниз. Ну, в принципе, можно. Вот можно, если надеть джинсы и футболку, а сверху вот такой вот жакет. Я машу руками от этого, от эмоций. Вот, то вполне, вполне, в принципе, можно, да. Так, жилет. В нем 9% шерсти и 4 альпака. Все остальное, все остальное синтетика. Он интересно сделан. Видите, тут такие дырочки, горло. Стоит, это был medium size. И, в принципе, нормально. Стоит он 55 долларов, 56. И вот его номера. Видите, есть small, medium, large и extra large. Я могла бы и large, но medium мне тоже вполне нормально. Мне он понравился, кстати. Такой цвет приятный и очень прикольненький такой жилетик. Так, так, так. Джинсы у нас стоят 70 долларов. Это не из самых дорогих джинс, но не дешевые. У них есть и подешевле. В 14-м айфоне, прежде чем начинаешь макро снимать близко, надо сначала приблизить телефон, а потом начинать снимать. Если ты во время съемки приближаешь, он такой блюристый, мутный. Я уже это поняла, и я все время про это забывала. Ну вот такая вот странная особенность 14-го. Но зато уже если макро, так макро. Так, значит, и вот его коды. И это в 42-й размер или 10-й американский, что, в принципе, соответствует моему размеру. Вот мне интересно, что можно сделать вот с этой вот... Видимо, можно их раскалывать, и он вас отвезет на сайт и покажет вам на сайте. Ну да, конечно, где есть такая вещь. И задние... Сзади вот так вот, видите, вот такие вот просто карманчики. Нету карманов квадратных, а есть просто такие вот карманы с нахлёстом. И вот карманы в боках. Очень интересно сшито. Видите, сзади идет один такой, одна сплошная вот такая вот ткань. Один сплошной кусок клином, который сзади вот так переходит сюда. И здесь, то есть вот отсюда до вот так вокруг, это одно полотно. А здесь он вот так вот сшит сверху до низу, и внизу он уходит на нет. Вот, видите, на нет. Вот такой вот здесь клин, а сзади и вокруг вот по всей ноге идет одно полотно. Очень интересная конструкция. Видите, нету шву в боках. И что позволяет сделать вот эти карманы очень такими, знаете, интересными. То есть здесь нету шва, поэтому этот карман хорошо лежит, хорошо ложится. Очень прикольно, мне очень нравится. Прямо очень. Хочу прям такие джинсы, очень. Ну что ж, дорогие девушки, вот такие у нас сегодня были примерки. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Ну, как вы поняли, тенденция в магазинах сейчас. Вы видели, я снимала в магазине. Все такое скромненькое, черненькое. Такое прямо-прямо очень-очень тихое. Роскошный, роскошный, не знаю. Но я бы сказала, тот самый минимализм. Почему-то его почему-то сейчас стали называть тихой роскошью. А на самом деле это обычный совершенно минимализм, который мы уже давным-давно знаем. И вот вещи такого стиля, и таких расцветок, и таких фасонов, как бы уже очень давно присутствуют в гардеробе минималистов и людей, которые любят вещи в таком вот стиле. Все такое неяркое, базовое, аккуратненькое, такое хорошее. В общем, придется нам теперь это носить. Ну, я не знаю, посмотрим. Может быть, сейчас какая-то волна такая к осени пошла, а там, может, они завезут что-нибудь поярче. Я уверена, что к Новому году, к Крисмосу, пойдут блестки-пайетки. Вот, кстати, уже они, уже есть. Пойдет люрекс и прочие перья, вот, наверное, да. Но, в общем, тенденция такая, как вы видели. Все, я надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам понравилось. Всех люблю. С вами была Дита из Канады. Всем пока. Бай-бай. С вами был Игорь Негода.